всем доброго дня друзья сегодня у нас вот такая вот долгожданная темка что такое гидрокомпенсаторы а также почему они стучат вообще гидрокомпенсаторы у нас как бы является вершиной эволюции ну скажем так толкателей клапанов вот самый первый у нас был обычный механический толкатель иногда это было просто коромысла то есть вот этот вот кулачок распределительного вала давил на коромысла и коромысла там у нас давила на эту вот башку клапана там открывал или закрывал его вот дальше появился механический толкатель и распределительный вал давил нас на механический толкатель и также открывал клапан и как бы вода гидрокомпенсатор это является у нас вершины эволюции также вот этот вот эксцентрик распределительный вал давит на гидрокомпенсатора гидрокомпенсатор здесь вот компенсирует высоту об этом чуть позже и также давит на клапан то есть гидрокомпенсатор это как бы вершина эволюции вообще всех толкателей он у нас является автоматически регулируемым толкателем вот вообще если так вот поговорить про гидрокомпенсаторы их вообще очень много вот как видите этот гидротолкатели вот это сейчас как бы самосовершенная форма вот они именно применяются сейчас на большом количестве автомобилей гидроопора гидроопоры для установки в рычаге и коромысла вот такие вот гидроопоры применялись на скажем так ну устаревших движках но на некоторых до сих пор они применяются вот это гидроопоры давит на коромысла то есть как то вот так вот а коромысла уже там на другой частью давит на клапан ну еще вот у нас есть еще роликовый гидротолкатель но еще раз ребята повторюсь вот вот такой гидротолкатель и вот такой они самые актуальные для двигателей внутреннего сгорания для именно для грм для системы грм вот где еще у нас применяются гидротолкатели гидротолкатели ребят у нас применяются еще в цепях грм когда нужно натянуть цепь там стоит именно вот какие-то вот ну вот такой вот гидроопоры может быть которые давят на специальный башмак и натягивает цепь не всегда это не во всех устройствах не думайте что гидроопоры везде во всех цепях иногда цепи там имеют механическую регулировку там и так далее всякие успокоители но в некоторых гидроопоры все-таки стоят вот это насчет еще где они применяются но широкое применение гидрокомпенсаторы получили у нас именно в системах грм газораспределительного механизма вот это у нас старая конструкция ну вот если вот так вот посмотреть но это ребят опять же условно старая конструкция да то есть вот как я говорил вот он стоит гидроопора наша вот это вот коромысло и коромысло уже давит у нас на клапан грм то есть вот распределительный валу так вот крутится и нажимает то есть вот этот вот угол и как раз и регулирует это гидроопор либо у нас стоят вот такие гидротолкатели они стоят непосредственно сверху на клапанах и непосредственно распределительный вал давит на саму вот эту вот верхнюю часть и открывает и закрывает там точнее открывает клапана закрывает его вот эту вот пружинка вверх поднимает клапана клапана закрывается вот вот такое устройство она у нас самая компактная и как я считаю самое передовое так ну давайте вот в принципе принцип работы у них одинаков но для начала небольшое видео вот покажу из чего состоит вот этот вот скажем вот это вот гидроопора небольшое видео смотрим и так ребят вот у нас гидроопора как раз для установки вместе с коромыслом такие устанавливались у нас на некоторые двигатели opel также chevrolet давайте скроем стопорное вот это вот кольцо и вытащим сам палец именно палец у нас поднимается вверх под плунжером под воздействием плунжера и давит на коромысло который прижимает уже непосредственно клапан кстати видим на корпусе отверстие в которые заходит масло внутри там сейчас находится у нас масло вот это корпус на дне находится пружинка а вот здесь вот внизу мы как раз видим плунжер и в плунжере у нас имеется шариковый клапан который запирает масло в самом корпусе приподнимая палец наверх ну вот здесь у нас пружинка теперь давайте разберем сам плунжер так берем отвертку просто поддеваем вот эту вот часть здесь вот видим мы как раз таки вот этот наш шариковый клапан ну и собственно сам плунжер вот пружинка плунжера вот собственно и вся конструкция этой гидроопоры и так ну думаю понятно да в принципе ничего сложного нету то есть вот в этом корпусе но здесь вот видно корпус ходит вот это вот подвижная часть также здесь есть шарик который запирает масло которое входит внутрь и выдавливает вот этот вот стержень этот палец наверх вот дальше гидротолкатели вот в этом устройство немножко другое вот так как я считаю что вот это вот самая передовая конструкция буду рассказывать про нее вот распечатал картинку здесь надписи у меня не поместились но я хочу рассказать вам ну вот под цифрами подписал что это такое и как это работает но первое я думаю это понятно это кулачок распределительного вала второе вот идет у нас про . в теле гидрокомпенсатора такая вот небольшая про . через которую идет масло но про это чуть попозже 3 3 у нас идет втулка плунжера ну вот это вот ну как бы втулочка да по которой ходит 4 сам плунжер 5 это у нас идет пружина клапана плунжера ну вот она маленькая пружинка вот ее видно шестое идет у нас пружина грм то есть газораспределительного механизма именно эта пружина поднимает у нас клапан вверх 7 но это понятно зазор я здесь как бы вот так вот изобразил то есть это зазор между самим гидрокомпенсатором и кулачком распределительного вала так 8 это у нас шарик шариковый клапан который закрывает масло 9 это у нас идет масляный канал в теле гидрокомпенсатора ну вот он такой вот масляный специальных нарисовал не на одном уровне 10 это у нас канал идет в головке блока цилиндров так 11 это у нас пружина плунжера и 12 сам клапан грм ну вот верхняя часть его башка скажем так клапана грм вот в принципе это вот все у нас устройство теперь ребят как это у нас все работает ну вот здесь вот я нарисовал то есть распечатал три картиночки здесь как раз таки три как бы составляющих работы гидрокомпенсатора ну наверно не очень хорошо видно потому что картиночка была блекленькая но постараюсь все рассказать но вот смотрите через вот здесь вот через прогал видно через головку блока цилиндров от масляного насоса двигателя вот по этим каналом у нас двигается масло масло двигается по этому канальчик у она проходит в канал самого вот гидрокомпенсатора в этот канал она заходит заходит она у нас вот в эту вот полость ну вот в эту полость вот сюда вот она заходит и дальше через вот этот вот маленький канальчик вот эту вот выемку она попадает у нас в область самого плунжера вот этот вот подвижные части называется у нас плунжер дальше это масло у нас отодвигает вот этот вот шариковый клапан и заходит вот сюда вот. То есть, в сам, третье это у нас, ну, как бы втулка, корпус плунжера, как хотите его называйте. То есть, оно начинает заполнять у нас нишу под шариковым, ну, вот здесь вот эту вот нишу начинает заполнять под вот этим шариковым клапаном. Ну, вот оно у нас вот так вот заходит, зашло. Ну, вот видите, да, шарик здесь вот продавленный внизу. То есть, оно вот так вот зашло и вот заполняет вот эту вот полость. Вот здесь вот это заполняет. Дальше, так как эта полость у нас заполняется маслом, здесь вот оно заполняется, оно начинает закрывать этот шарик, то есть, давит его снутри, вот так вот давит. Шарик закрывает у нас вот это вот отверстие плунжера, и все, здесь внутри создается давление. То есть, шарик этот давит, этот плунжер наверх. То есть, плунжер начинает идти вот так вот наверх у нас. Ну, типа как, ну, не знаю, как амортизатор, наверное. То есть, масло зашло, давит, давит, давит. Плунжер идет наверх. Соответственно, тащит за собой вот этот вот корпус самого гидротолкателя. То есть, как бы накачалось масло. И все, в самой верхней точке у нас вот этот вот шарик закрывается. Соответственно, вот это вот масло, которое внутри у нас накачалось. Оно, ну, как бы приобретает такой жесткий, ну, скажем так, вид. И что ли. И оно, видите, прижимает корпус к максимальной точке нашего кулачка распределительного вала. То есть, все вот прижало. Здесь вот у нас зазор минимален. То есть, вот так напишу. Минимальный зазор. Дальше. Распределительный вал. У нас, ну, соответственно, он же у нас вращается. Он идет. Вот, видите, он так вот у нас вот идет, идет. Идет вниз. Как бы вот этим вот эксцентриком идет вниз. А так как клапан здесь у нас заперт, вот эта конструкция у нас жесткая. То есть, это максимальный зазор. Вот здесь вот он автоматически у нас выставился. Ну, выставился. Вот. И здесь вот этот зазор также остается. Неважно, что на него начинает давить вот этот вот эксцентрик. Вот. Он на него давит. А так как эта конструкция жесткая, она давит на клапан. Вот этой вот нижней частью. Нижней частью плунжера. Вот этой вот частью. Она давит на клапан и открывает у нас клапан. Соответственно, клапан у нас всегда максимально прижат к распределительному кулачку распределительного вала. То есть, это и есть работа гидрокомпенсатора, чтобы автоматически выставлять зазор. То есть, вам не нужно лезть, что-то там, какие-то шайбы подкладывать, какие-то щупы регулировать все это вручную. То есть, гидрокомпенсатор рассчитан у нас на весь срок службы. То есть, он работает. Неважно, какая у вас здесь сверху будет выработка. Вот тут вот. Если будет большая выработка, он все равно прижмется по максимуму к распределительному валу. И у вас двигатель будет работать тише. Двигатель будет работать мощнее. Расход топлива упадет там и так далее и тому подобное. То есть, как я считаю, что гидрокомпенсатор это в принципе устройство такое очень нужное и очень-очень полезное. Вот можно сказать спасибо, кто их придумал. В принципе, здесь ничего сложного. Но рассказал я про гидротолкатель. Но, ребят, гидра, вот эта опора, она работает практически так же. То есть, у нее вот здесь вот есть небольшое, кстати, отверстие, ну, вот тут вот, если посмотреть, вот где-то вот тут вот, это в гидротолкателях идут, через которые масло закачивается внутрь. Здесь вот видно, ну, где-то вот тут вот они находятся. Они стоят в корпусе. И вот так же здесь вот идет это масло. И так же накачивает это гидроопор. Гидроопор идет у нас вверх. Так же здесь вот есть вот этот вот шариковый клапан, который запирает масло внутри. Ну, в общем, все то же самое, только корпус немного другой. Вот. Работа, как вы видите, в принципе, у нас очень такая, как бы, с одной стороны элементарная, с другой стороны все совместить вот в таком вот корпусе нужно было суметь. Ну, давайте по плюсам и минусам быстро пробежимся. Вот я сейчас говорю именно про гидротолкатели. Плюсы. Он полностью не обслуживаемый и работает у нас автоматически. То есть, вам не нужно регулировать, лезть на всем протяжении службы двигателя. Увеличенный ресурс системы ГРМ. Ну, даже если у вас распределительный вал подизносится, да, он все равно автоматически выставить максимальный зазор. Максимальный прижим, что дает хорошую тягу. Минимальный расход топлива, я это уже говорил. Двигатель работает тихо. Такие есть минусы. Так как вся система строится на давлении масла, нужно заливать только качественные смазки. И желательно либо качественная полусинтетика, либо полностью синтетика. Дальше. Нужно чаще менять масло. Вот бывают производители, которые указывают там 15 тысяч километров, да. Лично я бы менял через 13-12-13 тысяч. Чем чаще вы меняете масло, тем меньше там всякого пригара, нагара, тем дольше у вас будут ходить эти гидрокомпенсаторы. Конструкция более сложная. Вот эта конструкция, понимаете, если у вас обычный механический толкатель, там в принципе стоит вот такая вот чашка, без вот этих вот внутренностей, ну элементарная. Вот здесь конструкция сложная. Если она накрывается, во-первых, ее сложнее диагностировать дорогостоящий ремонт. Соответственно, и менять ее намного тяжелее, ну и дороже. Вот. Также со временем могут забиваться, что ухудшает работу двигателя, именно расход и тягу. А также ГРМ, система ГРМ начинает шуметь. То есть, бывает такое, что они не выходят из строя, а просто банально из-за несвоевременной смены масла, либо льете говеное масло, они начинают стучать, шуметь и так далее. Вот. И вот мы плавно переходим, почему у нас стучат гидрокомпенсаторы, из-за чего такое у нас происходит. Ребят, гидрокомпенсатор очень-очень сильно зависит от уровня масла, от качества масла и от давления масла. Отсюда вы понимаете, что масло здесь у нас ключевое слово. Вот смотрите, бывает такое, что недостаточно масла. Вот. Такое тоже бывает. Вы можете сейчас сказать, что загорится датчик давления масла, ну да не всегда. То есть, не всегда он может загореться, там может не хватать каких-то там, я не знаю, 200-300 грамм, и все, гидрокомпенсаторы будут работать хреново. То есть, вот по этим каналам не будет закачиваться нужное количество масла, и они не смогут автоматически регулировать вот эти зазоры, и они начнут шуметь. Дальше. Из-за чего они шумят? Забиты каналы в головке блока, либо в самом гидрокомпенсаторе. Это очень частая причина. То есть, забиваются вот эти вот каналы, ну вот этот вот канал забивается вот здесь вот, либо здесь забивается, да. И все, масло не поступает, опять же, не накачивает вот наш этот гидрокомпенсатор, гидротолкатель. И все, и масло у нас не, то есть, и масло не может проходить, накачивать, и гидрокомпенсатор, он не может автоматически выставить зазор, а так как распределительный вал бьет по нему, там появляется зазор, и он у вас начинает тарахтеть как трактор. Вот, из-за некачественного масла, из-за несвоевременной смены масла, из-за там хренового масла, банально там несоответствующего масла. То есть, вам указано, что нужно лить там, я не знаю, какой-то 0В40, а вы льете там 5В30, да. То есть, не подходит по вязкости, не подходит по температурным режимам, там и так далее. Вот, все это влияет на гидрокомпенсатор. Дальше. Здесь уже идет износ, собственно, самой плунжерной пары. То есть, бывает такое, что клинит вот этот вот шарик, либо пружинка ломается, вот. Либо вот здесь вот, вот тут вот, на плунжере, вот здесь вот на плунжере, бывает также от некачественного масла нагар. И вот этот плунжер, он либо выйти не может вот из этого вот корпуса, либо зайти в него не может, да. И это тоже бывают стуки. Вот. Вообще, многие пишут, что, блин, вот на холодную у меня стучит гидрокомпенсатор. А на горячую не стучит. Ребят, это чистый признак, что у вас, скорее всего, гидрокомпенсаторы засорились. Либо засорились вот эти вот каналы. Что можно посоветовать в таком случае? Во-первых, попробуйте слить масло, залить промывочное масло, промыть двигатель свой. Если не поможет, снимите гидрокомпенсаторы. Вот эти вот, ну, гидротолкатели, скорее всего, у вас будут стоять. И попробуйте промыть их, прочистить. Скорее всего, у вас может быть вот тут вот нагар. У вас могут быть забиты вот тут вот эти каналы. Либо и этот канал может забит быть. Вот. Если выработки вот здесь вот нету, то есть, вот этот плунжер в своем корпусе ходит отлично, да. То есть, никаких там люфтов, ничего у него нету. Шарик, то есть, нормально там работает, да. Скорее всего, у вас просто загрязнился ваш двигатель. Это часто бывает на наших, вот на наших тазах. Вот бывает это вот прям сплошь и рядом. Потому, что люди не понимают, они экономят на масле, заливают всякую шляпу, блин, льют там какие-то самые дешевые масла. Знаете, вот часто встречаю людей, которые говорят, ой, да и что там масло-то лить свою приору там или там десятку там, да, какую-то там 16-клапанную с гидрокомпенсаторами. Люди просто этого не понимают. Они льют там всякую бодягу, а потом у них двигатель работает как трактор. И они приезжают на СТО, там говорят, ой, блин, что-то все там, капец, у меня двигатель не работает. Там тарахтит, посмотрите. А ведь СТО-то бывает, вас и напаривают. Они разберут вам головку блока, снимут, посмотрят у вас там, блин, грязь ложками. Они это все грязь убирают, промывают весь лак там, ну, там бывает лак от пригара некачественного масла. Они его убирают с ваших гидрокомпенсаторов, ставят эти же гидрокомпенсаторы, промывают двигатель промывочным маслом, меняют масло и все, и все проходит. А вам говорят, что, блин, мы вам заменили там чуть ли не раз предвалы и гидрокомпенсаторы заменили. А если у вас их 16 штук, впирайтесь, вообще нормальный такой ремонт. Так что, ребят, переплатите лучше вы там 400-500 рублей, да, но лейте нормальное масло и чаще его меняйте. Вот это вот минус такой вот двигателя с гидрокомпенсаторами. По 15 тысяч все-таки я бы не стал ходить на этом двигателе, потому как чем чаще вы меняете масло, тем лучше и дольше будут работать ваши вот эти вот толкатели, гидротолкатели, либо там какие-то другие компенсаторы. Это, кстати, касается и двигателей, тех, кого гидрокомпенсаторы стоят на цепях, которые натягивают цепь. То есть, там же тоже он стоит. Вот, так что, чем чаще меняете масло, вот у меня, друзья, например, меняются через 10 тысяч. То есть, даже в, скажем так, когда у них были новые автомобили, ну, вот у одного Solaris, у другого Kia Rio, вот, там написано 15 тысяч. Они меняли, делали ТО через 12-13 тысяч. Сами приезжали и просто говорили, да, я там лучше на 2-3 тысячи раньше сделаю, и там масло нормальное лили. Вот, но у меня, во-первых, и цепь будет дольше ходить, во-вторых, и вот там, ну, у Solaris, сейчас вот в меня, чувствую, полетят там помидоры, как говорится. У Solaris у них нет вот гидротолкателей, там, по-моему, стоят обычные механические толкатели. То есть, у них там нет гидрокомпенсаторов, но гидрокомпенсатор там стоит на цепи ГРМ. Так что, если у вас двигатель, вот подвожу сейчас итог, если у вас двигатель с гидрокомпенсаторами на клапанах и плюс на цепи, то вам однозначно нужно лить хорошее масло и чаще его менять. И все у вас будет хорошо. Застучали на холодную, на горячую у вас не стучат. Это что, о чем нам говорит? Это говорит о том, что масло густое, либо вот эти вот каналы густеют на холодную, она не может пройти к самому вот этому компенсатору, и все. И просто у вас все это дело встает и начинает шуметь. Вот, ребят, опять такая большая статья, большое видео получилось, но, думаю, было вам полезно. Если полезно, ставим лайки, подписываемся на наш канал, будет еще много полезных видео. Все, ребят, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok